Ребят, всем большой привет! И большое спасибо, что вы заглянули ко мне в гости на канал Иринка Мискик. Меня зовут Ирина и сегодня у меня сейчас будет вторая часть пустых баночек. Пустые баночки февраля. И если вы кликнули на данное видео, думаю, вы тоже так же, как и я, любите эту рубрику. Но чтобы не затягивать приветствия, немножечко рекламы, не забывайте подписаться на мой инстаграмм Мискик 99,70. Там я для вас всегда делаю обзоры, минутные обзоры на какие-либо продукты, которые я пробую. Не забывайте подписаться на мой канал здесь, чтобы не пропустить свежие новые ролики. Как вы уже поняли, я стала снимать влоги. Да, учусь, пытаюсь. И, конечно же, не забудьте поставить лайк, мне будет очень-очень приятно. А чтобы не пропустить свежие новые ролики, кликайте на колокольчик. Для вас это будет очень-очень полезно, потому что вы всегда будете в курсе того, что происходит у меня на канале. Ну что, я собираю все это хозяйство и немножечко меняю локацию, для того, чтобы было более удобно. Вы готовы послушать и посмотреть жесткую правду о косметосе? Если так, усаживайтесь поудобнее, берите кружечку чая, поехали смотреть, что у меня закончилось. Сейчас, сменив геолокацию, присела, решила с вами именно здесь поговорить о том, что у меня закончилось. Сегодня буду жестко, наверное, где-то местами высказываться о продукции, потому что, наверное, наболело, накипело. И вы знаете то, что я в принципе всегда, даже не в принципе, а всегда с вами делюсь именно честным, независимым мнением, не опираясь вообще ни на что. А сегодня у меня такое настроение, когда мне прям все хочется вот так вот ты дышь без цензуря высказать. Ну что, первое, что мне попадается в руки, это вот такое мыло антибактериальное Детол, оно у меня идет в этот раз с грейпфрутом. Вот это мыло мне очень нравится, но, ребят, цена на него безбожно постоянно растет, вот просто каждый раз. Вот этот вот, так скажем, сменный блок, который идет на вот это, знаете, какой-то вот штучка, которую, знаете, вы так подносите, а вам мыло капает. Я не помню, как называется эта штука от бренда Детол, но она подается иногда в комплекте вот с этим мылом. Я покупала его как сменный блок и просто переливала, так скажем, в мыло, где идет с дозатором. У меня не помню, как оно называется, совсем из головы вылетело. Вернемся к мылу. Цена на него завышенная, но качество мыла мне очень нравится. Это единственное мыло, которое действительно хорошо очищает кожу рук, не пересушивая ее, но расходуется. В этот раз у меня вот это вот мыло израсходовалось очень-очень быстро, меня это огорчило. Но в целом я очень люблю бренда Детол, всегда к нему нежно отношусь, поэтому я всегда вам с удовольствием его рекомендую. Если вам не жалко денежку и вы бережете свою кожу рук, то, конечно же, присмотритесь вот к этому средству от бренда Детол. Это мыло антибактериальное. Его можно, конечно, на хороших скидках дитурвать с хорошей ценой, а так это, конечно, дороговатое мыло для рук. Перед вами два крема от бренда Бархатных ручек, которые у меня практически закончились. И у них просто закончился срок годности после вскрытия. Дело в том, что это у меня первый раз такое случилось, когда я не успела допользовать кремы для рук. Хотя я как бы человек, у которого кожа рук всегда сухая, и в любое время года я пользуюсь кремами, такими жирными увлажняющими. Крем Бархатные ручки мне очень нравится. Именно вот этот вот крем питательный, и я его люблю уже, наверное, на протяжении четырех лет, трех точно. Но вот четвертый год я его, ярая поклонница, как он только появился на прилавках, я его стала покупать. Очень-очень нравится, я вам смело его советую, очень нравится. Совершенно не понравился вот этот вот их крем, который идет комплексный для рук и ногтей, который питает, укрепляет, увлажняет. Знаете, вот какая-то силиконовая ерунда, которая, ну ничего не делает с вашими руками. Но вот совершенно из всей коллекции Бархатных ручек я поняла, что мне нравится только один крем, это вот этот вот ночной. Он действительно питательный, он действительно восстанавливает кожу рук, он действительно достоин просто того, чтобы быть на вашем туалетном столике. Вот это, конечно, ну по мне это какая-то ерунда, которая совершенно не впитывается, эффекта не видела. Но постоянно вот этот вот именно, этот хороший вот этот вот, постоянно оставался у меня на руках, я чувствовала, как он смывается, какая-то пленка ненужная, в общем, как-то вот так вот. В общем, закончились, пришел к концу использования срок годности этих кремов. Ближайшие скидки, куплю себе, конечно же, и не одну, наверное, упаковку, это вот эти вот ночные крема, вот этот вот ночной крем от Бархатных ручек, потому что я его поклонница и вам, конечно же, советую. Уже много лет я пользуюсь дезодорантами, бюджетными дезодорантами от бренда Невея, и последние год до два вот этот вот антипреспирант эффект пудры, защита 48 часов, просто мой фаворит, фаворитович, такой, знаете, старичок, пацан, который с удовольствием всегда у меня бывает в моей косметичке уходовой, ухода за собой, именно вот из антипреспирантов. Если вы в поиске хорошего антипреспиранта за приемлемую цену, вы не хотите переплачивать, вы хотите действительно комфортно ощущать себя, чтобы не было никакого раздражения, даже если вы, простите, побрили подмышки, чтобы у вас все было хорошо, и не было, знаете, вот этих вот ненужных катушек, которые иногда появляются от дезодорантов, я не знаю, как их назвать, вот эти вот белые штуки. Присмотритесь к дезодоранту Невея, но все-таки дезодорант Невея, он может, может накапливаться на вашей одежде и оставлять какие-то желтые пятна, поэтому, девочки, смотрим мое видео о пустышках хозяйственных, там я с вами делюсь своими просто любимыми порошками, которые, собственно говоря, дезодорант вот такого рода могут спокойненько просто выстирать с вашего белья, и там я, кстати, с вами делюсь своим новым отбеливателем. Так что проходите, смотрите, буду рада вас там видеть. Не забывайте, кстати, оставлять комментарий, чтобы я поняла, что вы посмотрели этот видеоролик. Возвращаясь к дезодоранту Невея, я себе уже купила два, если вы смотрели во влоге, очень люблю дезодоранты, и всегда говорю компании Невея спасибо за то, что вы производите такие дезодоранты, потому что они действительно очень крутые, и цена у них доступна. Это обычный жидкий антипреспирант дезодорант шариковый, который я использую просто вот с удовольствием. А душка, так это вообще моя любовь, которая не душит, не перебивает ваш парфюм, хотя вы знаете тоже, что я парфюмоманьяк. Я ненавижу, когда дезодорант может перебить как-либо ваш основной парфюм. Вот это вот, вот этот дезодорант никогда это не сделал, дезодоранты Невея, они неуловимы на вашей коже. Так, у меня сейчас тут все попадает. Следующее, что у меня практически закончилось, это крем для чувствительной кожи от бренда Невея. Он мне, ой, это была бы не я, если бы у меня тут ничего не упало. Так вот, закончился крем от Невея, это их обновленная идет линейка из серии Каре. Для чувствительной кожи увлажняющий крем, успокаивается, алоэ вера, ла-ла-ла. Он мне приходил в рассылке, могу сказать так. Так, на него есть у меня также просто подробнейший обзор в моем инстаграме, скик 9970. Проходите, смотрите, там я его просто по полочкам раскладываю. Здесь скажу вкратце. Этот крем мне не зашел для лица, вот, ну нет, не мой продукт совершенно. Я его использовала на зону декольте. Он, знаете, такой вот идет жирненький, в принципе. Он хорошо впитывается, он как бы превращается в такую водичку, вроде бы неплохой крем. Но все-таки он создает на лице парниковый эффект. И я поняла, что это совсем-совсем не мой продукт. Сейчас его выбрасываю в пустые баночки, потому что что-то уже у меня к нему рука не тянется. И он давно у меня в ванной стоял открыт. И я решила, так как я человек, склонный к аллергической реакции, к каким-либо таким моментам, я решила просто почистить свою ванную комнату. И вот этот вот продукт у меня ушел просто в пустые баночки. А душка у него типичная, невеевская, неплохой крем. Вот для зоны декольте, наверное, он подойдет. Для лица все-таки вот по компонентам, по содержанию нет. Я вот его, ну, не рискую его использовать. И вам тоже не советую. Но, в принципе, дело личное каждого. Кому-то такие крема заходят, они с удовольствием пользуются. Если вы пользуетесь подобными кремами для лица, напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень интересно узнать, кто пользуется, кому нравится, какое у вас мнение сложилось об этом креме. Но для меня, еще раз говорю, это был крем именно для зоны декольте, для шеи. Я им иногда ручки мазала. Объем у него, конечно, здесь просто неимоверный. Он, по-моему, да, идет 100 мл. Огромная бадья. Если его использовать именно по назначению, то, я думаю, его хватит надолго. Потому что небольшой горошин, его хватит распределить по всему лицу. Следующее, что улетает у меня в корзину, именно в мусорную корзину, это дезодорант от бренда PAYO. Я покупала его своему супругу по многочисленным отзывам. Просто, я не знаю, стольких людей. И все писали и говорили о том, что вот это дезодорант. За такую стоимость просто must have must have. Что могу сказать? Это обычный шариковый дезодорант. Имеет он такую своеобразную одушку. Наверное, да, неплохой дезодорант. Но все же, цена на него завышенная. И если вы найдете его прям со супер-пупер скидкой, классной, хорошей, то можно взять за полную стоимость. Это, конечно же, бред. По большому счету, 24 часа он не защищает. Он защищает полных 12 часов. И то нужно именно вот этот дезодорант нанести на подмышечные впадины. Желательно, чтобы они были до этого ранее побритыми. И желательно подождать так минуты 3-4, может быть, даже и 5, для того, чтобы он высох. Но простите меня, покупать себе дезодорант, который стоит около 800 рублей и выше, но со скидками чуть меньше. И вот так вот мочиться с ним, ждать 5 минут, когда он там высохнет. Тот же дезодорант, который у меня от Невея, он высыхает намного быстрее. И нет никаких вот таких вот раздражений. Элементарно, когда его нанести на свежеподбритые подмышки, ну вы как бы ощутите. Мой супруг не очень полюбил этот дезодорант. Он сказал, ну как бы знаешь, вот эти ощущения дискомфорта, когда ты там что-то сделаешь и нанесешь. Как бы нет-нет. Если, конечно же, вы заранее побрили подмышки, попользовались данным дезодорантом и выждали 5 минут, то все ок, все замечательно, все здорово. Но опять же, это дело лично каждого. Как-то что-то я не впечатлилась. Еще раз, я его вряд ли куплю. Буквально вчера я использовала вот этот вот дуэт. Я даже сказала трио. Но третий продукт я его не использовала. Наверное, оторву и кому надо, вы мне напишите, я вам его отправлю в письмице в конверте. Ну так вот, это серия от бренда Джон Фридо. Для объема идет здесь шампунь, кондиционер и сыворотка, которая придает объем. После использования данного дуэта, именно шампунь и бальзама, я могу сказать только то, что волосы после него нереально жесткие. Вот этот продукт, который является кондиционером, но силикон, силиконович, ну серьезно, просто нанесла на волосы. Они были такие скользкие, они были такие склизкие. Я его вымыла, но все-таки длина с ним жестковата. Шампунь действительно очень приятно пахнет, хорошо промывает волосы, все бы здорово, но на следующий день, даже к вечеру я мыла волосы. Утром к вечеру волосы, извините, такие непотребные, что это просто триндец. Я понимаю, что это такой силиконистый продукт, какой-то такой не очень. У него хороший состав, состав, кстати, можете посмотреть вот здесь вот, который, собственно говоря, меня не впечатлел. Вот эту сыворотку я даже пользовать не стала, ну как-то вот не увидела смысла. Куплю ли я себе полноразмерку вот этой продукции? Наверное, нет. Кстати, если брать вот именно за объем после использования данного дуэта, я зафенила, высушивала волосы, пыталась создать объем как-то. Но на моих длинных волосах я так объема и не добилась. Как-то у меня не получилось, не срослось. Поэтому для меня оказалось это определенное разочарование. У меня закончились восковые полоски для области бикини. Депдепил, это от бренда Florissant, заговариваюсь просто, простите. Их тут 20 штук, и к нему еще идет такой вот крем после депиляции. Неплохие полосочки, неплохо убирают именно ненужные волосики в зоне бикини. И я выбрала со скидкой. В общем, неплохие полосочки. Если вы ищете именно такие полосочки, которые неплохо будут удалять волосики. Те, которые прям, знаете, кстати, одна полосочка хорошо собирает волосы. И мне понравилось то, что нет каких-либо сильных болевых ощущений. И вот этот крем тоже очень даже неплохой после депиляции, который успокаивает кожу. И да, наверное, он чуть-чуть замедляет рост волос. Хотя это, знаете, ерунда, которая, мне кажется. Покупала я его в Магнит Косметик за 89 рублей за минусом 20% скидки. Такая у него, собственно говоря, и должна быть цена, ни больше, ни меньше. Повторюсь ли я купить данные полосочки? Наверное, да. Со скидочкой с хорошей точно куплю. И может быть даже ни одну упаковку. Я тут у тебя в закромах нашла вот такой вот пробничек от бренда Givenchy. Это была сыворотка, ваксинг. Мне очень понравилась данная сыворотка. Но, к сожалению, больше я не вижу, чтобы она продавалась в магазинах, в сетевых. Может быть, вы знаете, где купить вот эту штуку. Потому что она мне очень сильно понравилась. И на него так замечательно ложится макияж, пудра, либо консилер. Вообще замечательно. Мне понравилось то, что кожа действительно с ним увлажненная, напитанная. И мне понравилось то, что цвет лица такой ровный. В общем, очень крутая сыворотка. И дает, наверное, небольшой детокс-эффект. Потому что, ну, блин, очень понравилась данная сыворотка. Если вы еще не пробовали, либо будет возможность попробовать, обязательно попробуйте вот эту детокс-сыворотку от бренда Givenchy. Решила пройтись немножечко по волосам. У меня маска такая вот закончилась. Горячая маска, активатор роста волос, репейная. У меня тоже на нее есть просто подробнейший обзор в моем инстаграм. Я снимала минутный видеообзор. Она здесь у нас идет с витамином Е, репейное масло, перец красный, молочная кислота, депантенол. Ее нужно наносить перед мытьем волос. Я ее наносила и перед мытьем волос, и после мытья волос. Неплохо разогревает. Но вау-эффекта именно роста волос от нее я не заметила. Вот правда, я ее мучила, вымучивала, и никак не получилось у меня с ней увидеть рост волос. Но в целом, наверное, если ее делать регулярно как-то, что-то еще там, постоянно ей пользоваться, может быть, будет рост волос. А так, в целом, неплохая маска, попробовать можно, но никакого вау-эффекта от нее я не заметила. Это шампунь от бренда Рише, это идет питательный шампунь. Состав у него, знаете, так себе, я не скажу, что он супер-пупер натуральный, но такой прям вот, прям химический состав. Его здесь было 500 миллилитров, 50 точнее миллилитров, простите, заговариваюсь. Неплохой шампунь, но полноразмерка стоит просто очень сильно дорого. Вот если у вас позволяет бюджет, и вы очень хотите попробовать эту распиаренную марку, то Welcome, конечно же, пробуйте. Я, наверное, бы вот не купила себе полноразмерку, потому что цена на него безбожно кусучая. Но в целом, шампунь действительно очень хорошо очищает кожу головы и сами волосы. Волосы после него мягкие, но обязательно нужно использовать какой-либо кондиционер, либо маску для того, чтобы волосы расчесывались хорошо. И чистоты волос с использованием данного шампуня хватает на 2 полных дня. Ребята, это, кстати, очень здорово, с учетом того, что некоторые питательные шампуни, чистоты волос хватает максимум на 24 часа, если того не меньше. Потому что, ну, вот так работают питательные шампуни. Этот, кстати, очень даже неплох, но за полноразмерку, за ту стоимость, что он стоит, и с тем расходом, как расходовался данный шампунь, я, конечно же, вряд ли куплю. Следующий шампунь, который у меня закончился, называется он вот так вот, Perky Red, по-моему, он называется как-то так. Очень дорогая марка по мне, потому что, к примеру, у них обычный шампунь там стоит, посмотрите, кстати, в Эльдеботе, это продается марка в Эльдеботе. Смотрите там, сколько они стоят по ценам, сейчас вас не сориентирую, не помню. Что могу сказать? Достаточно очень интересный продукт, который практически не пенится, но при этом очищает волосы. Очень-очень-очень мягко, деликатно очищает волосы. Называется это чудо-шампунь для волос совершенства. Волосы после него были действительно мягкие, хорошо очищенные, и чистоты волос после использования данного шампуня хватало где-то на сутки. То есть я предполагаю, данный шампунь подходит именно для регулярного использования. Если у вас короткие волосы, если вы любите принимать и мыть ваши волосы, вашу голову ежедневно, то, наверное, вот этот шампунь отлично подойдет. Но вот эти 50 мл мне хватило на 2,5 раза применения, поэтому расход у него какой-то очень-очень сильный. А душка мне очень понравилась, и какие были мягкие волосы после этого шампуня, мне тоже очень понравилось. Если надумаю, может быть, куплю себе полноразмерку и побалую себя. Но вот так вот, как расходный шампунь, который вот пользоваться регулярно, постоянно его покупать, ну как-то, ребят, что-то дороговато. Следующий шампунь, который у меня практически закончился, от бренда Frank Provost. Этот шампунь у нас, по-моему, идет производство Франция. Не добили мы его с супругом, ни я не смогла его добить, ни мой супруг его не смог добить. Тут его 300 мл. В общем, брала миниатюрку, попадалась мне в коробочке красоты миниатюрка. В принципе, миниатюрка мне, как бы, так знаете, 50 на 50 понравилась, и на него была какая-то, по-моему, скидка на данный шампунь, и я решила его взять. Взяла шампунь, и здравствуй, перхоть. Данный шампунь вызвал у меня жутчайшую перхоть, дальше я им просто пользоваться не стала. Он неплохо промывал волосы, но вот эту сухость, которую он давал коже головы, я, конечно, этому простить не могу просто, потому что, ну это, простите меня, какой-то капец был. И поэтому он у меня полетел вначале к мужу, который его пытался домыть что-то, как-то у мужа тоже появилась перхоть, и мы его решили отправить в пустые баночки. Если вы пробовали данный бренд, напишите, пожалуйста, что вам понравилось, и если пробовали данный шампунь, напишите, какая у вас была реакция кожи головы, была ли перхоть, как себя чувствовали волосы после использования данного шампуня. У меня как-то не получилось дружбы с этим шампунем, я его, кстати, покупала в магазине Ревгош, но вот как-то так. Упаковка, кстати, вот эта вот меня немножечко подбешивает, именно, когда вы в ванной моете волосы, когда эти вот эти, знаете, нужно вот это вот раскрыть, закрыть, чтобы не вытекло, убежало, что-то как-то вот это подбешивает. Сделайте обычные стандартные упаковки, когда вы там раскрыли, вылили и вперед, потому что шампуни в основном, они более жидкие, чем кондиционеры. Кондиционеры, бальзамы можно в такую упаковку делать, но вот шампуни лучше делать, конечно же, чтобы крышечка была сверху, чтобы ничего никуда лишнее не упекало. Так, следующее, что у меня закончилось для волос, это был, так, уходи с кадра, это был кондиционер питания от бренда Рише. Знаете, вот этот кондиционер, он какой-то вот, ну чуть-чуть не хватило. Вот прям вот самую малость бы, вот чуть-чуть побольше бы, возможно, может быть, у нас была бы с ним какая-то любовь. Во-первых, начну с того, что расход у него неимоверно большой. Во-вторых, нужно очень много времени ждать его действия на волосах, для того, чтобы был эффект заметен. Если вы его нанесете именно по этой инструкции, то, что пишет производитель, на 5-10 минут от 5, ну допустим на 5 минут, то, ну как-то нет. Если подержите 10 минут, тоже знаете, вот чуть-чуть не дотянул. Вот минут 15, когда вы держите этот кондиционер на волосах, результат виден. Но простите меня, я им пользовалась зимой, как бы тепло не было в квартире, я думала, я просто коркой льда покроюсь в ванной комнате, пока подействует данный кондиционер. В общем, если вы просто моете волосы, и вы ходите с кондиционером по комнате, и там, знаете, вы одеты, то можно подождать, как маску на волосах, да, там 15 минут. А если вот так вот в душе принимать, принимаете просто душу, моете волосы, используете кондиционер, это, конечно же, как бы пытка такая определенная. Но отдельный респект, могу сказать, конечно же, упаковки бренду решево. Посмотрите, насколько все лаконично. Знаете, как они красиво смотрятся в ванной комнате, вот это, конечно же, прельщает. Маркетологам, можно сказать, отдельное, вообще отдельный респект за то, за их задумку, за продуманность именно вот этого лаконичного дизайна. Все очень здорово. Состав, кстати, у этого кондиционера очень даже неплохой, но могу сказать так, то, что как-то вот, ну нет, не дотянуло этот кондиционер. Следующее, что у меня закончилось, и я обязательно повторю, я снимала обзор и говорила, то, что вот я его использую, и больше, как бы, рука, наверное, вряд ли я его куплю. Когда я его использовала, как вы видите, я его разрезала. Это Эльсеф Роско 6 масел. Оно у нас идет с микромаслами, и еще также имеет термоэффект, то есть это термозащита. Защищает волосы, питает и защищает от тепла. Ребят, я настолько прониклась данному средству, поэтому я сейчас его продублирую, куплю снова. Также обзор у меня есть подробный в инстаграм на него, так что проходите, смотрите. От себя могу сказать, это крутая вещь, которая достойна вашего внимания, тем более цена у него в пределах, там что-то 450, может быть, даже меньше на скидках можно найти, но волосы после использования данного крема, они действительно хорошо расчесываются, они мягонькие, можно зафенивать их, можно плойкой крутить, и не бояться, что с ними что-то случится. А душка, это, конечно же, отдельная крутая вещь, которая просто, ну, мне правда очень понравилась, поэтому я себе ее куплю, так что ждите в скором будущем в покупках увидеть данный продукт, но уже новый. Так, следующее, что у меня закончилось, это была, кстати, у меня тут еще немножечко, и все. У меня закончилась вот такая вот мицеллярная вода от бренда Avene Cleanance, очень нравятся мне мицеллярные воды от аптечных марок, достойные внимания, единственный расход у них, если пользоваться регулярно, ой, если пользоваться регулярно, то, конечно же, очень быстро расходуются, и, ну, накладненько получается. У меня получилось растянуть вот эту вот упаковку на долгое время, и мне нравится то, что данная мицеллярка очень хорошо очищает кожу, подготавливает ее к дальнейшим этапам очищения. С использованием данной мицеллярки действительно количество высыпаний становится меньше. Действительно, кожа такая, знаете, количество вырабатываемого жира становится меньше. Но если вы, девушка, склонная к сухости, можете кожу данной мицелляркой пересушить. Повторю ли я себе еще мицеллярку от бренда Вен. Я, наверное, думаю, что повторю, потому что, еще раз говорю, очень-очень понравилось. Особенно на летний период времени просто очищать кожу, к примеру, умываться. Отличнейшая вещь. Удобная помпа-дозатор, которая выдает продукт. Все очень здорово, герметично, все классно, мне нравится, с удовольствием ее продублирую. Классная-классная вещь. Следующий продукт, это будет уже для лица крем. Мне его присылала девочка в подарок. Мы с ней обменивались посылками. Так, уйдите вот это с кадров. Мы с ней обменивались посылками. Я пыталась этот крем приспособить. Я не помню, я не знаю, как правильно его читать. Продается данный крем в магазине Подружка. Он у меня до конца не добит. Сейчас открою, покажу. Выглядит данный крем вот таким образом. Он белого цвета. Он что-то, знаете, между кремом и гелем. Он такой вот тягучий, вязкий. Вот, ну, такой, знаете, вот очень интересный в использовании. Если вы ни разу такими кремами не пользовались, я думаю, вам ради любопытства даже интересно вот этот вот эффект просто попробовать на себе, понимать то, что вдруг здесь, правда, присутствует секрет улитки. Действительно, в данном креме присутствует секрет улитки. У него такой неплохой состав. Тут присутствуют масла, масло, ши, карите. Он такой достаточно богатый состав. Но дружбы с лицом у меня не получилось. Не знаю, почему. Почему не сошлись звезды? Не пошло. Не зашел. Он мне стал забивать поры. И знаете, вот это ощущение того, что его нужно все время как-то приспосабливаться, дозировать. Потому что, если ты чуть меньше его нанесешь, вроде что-то непонятно, кожа подсыхает, чуть больше его нанесешь, кожа жирная. И вот это, знаете, ни два, ни полтора. Потом я стала им пользоваться просто на руки и зону декольте. И стала замечать, что после его использования кожа рук и декольте, она намного быстрее нуждается во влаге. Не знаю, с чем это связано, но он действительно вызывает сухость. Какая-то вот непонятная сухость и просто она такая, знаете, какая-то старческая сухость, как будто бы из клеток кожи просто высасывается вода. Не знаю, с чем это связано, поэтому сколько могла им пользоваться, в итоге я решила, что ну сколько можно себя мучить и вот это, знаете, какую-то ерунда. Вроде бы крем берешь для того, чтобы он помогал, а тут сидишь и думаешь, почему у тебя руки и кожа зона декольте, а что там у тебя вот так не так. В общем, все, до свидания, уходим. Не могу советовать данный продукт, потому что как-то непонятно. Если вы пробовали данную марку, какие у вас с ним сложились отношения, понравилось, не понравилось, как этот крем работал на вас, может быть с ним как-то надо по-особенному пользоваться, может там в какую-то фазу луны его нужно наносить, я не знаю, там с бубном скакать. Напишите мне, какие ритуалы вы делали, если вы пользовались с данным кремом, потому что я не смогла, ну не смогла я. Следующий продукт, который у меня закончился, это вот такая вот масочка от бренда Jurassic Spa, и я уже в миллионный раз вам говорю о том, что это моя любимая маска, но знаете, жадность фрая разгубила, это вот сейчас про меня, потому что я ее так столько берегла, я так ее берегла, я боялась, что она у меня закончится, в итоге закончился срок годности, а тут еще на раза три у меня осталось маски. Это грязевая маска скраб для всех типов кожи, увлажняет, регенерирует и тонизирует. Это чудо-маска, которая повышает иммунитет вашей кожи. У меня на нее есть подробный обзор в инстаграм, так что проходите, смотрите, а то это видео будет просто немыслимо огромным, большим. Сейчас я вам покажу, как она выглядит внутри. Вот, собственно говоря, она выглядит вот так, пахнет она, знаете, какими-то такими вот травушками, что-то такое. По действию мне очень понравилось, у меня, кстати, даже здесь на канале есть видео за тест, как я наношу эту маску, какие у меня первые впечатления, проходите, смотрите, и ссылочку по возможности оставлю в инфобоксе. В общем, это моя любовь, которая помогает бороться со всеми неровностями, с воспалениями, с какими-то черными точками. Это просто чудо-средство, чудо-грязь, которая должна быть у вас, девчонки, просто в косметичке, для того, чтобы ваша кожа говорила вам спасибо. Состав просто нереально крутой, мне очень понравилась данная маска, и сейчас она у меня стоит первая на очереди, которую маску нужно обязательно продублировать, купить. Люблю эту маску очень-очень. Итак, завершающим аккордом у меня будет сейчас крем от бренда Missonel. Присмотритесь к нему. Помните, сколько раз я вам говорила, насколько это классный крем? Помните, да? Мне кажется, я вам все уши прожужжала и в инстаграме, и здесь видео о фаворитах снимала. В общем, производитель заявляет, что это крем, который питает, увлажняет область вокруг глаз, объем его идет 30 миллилитров, срок годности 12 месяцев. И к нему, кстати, в парочку не идет никакая лопаточка. Его здесь у меня достаточно много, его бы хватило мне еще по большому счету, наверное, еще на несколько месяцев, но видите, сколько у меня его осталось, а я его выбрасываю, потому что данный крем у меня вызвал аллергическую реакцию, просто жутчайшую. Он мне вызвал ожоги на глазах, потому что я предполагаю, что срок годности у данного крема не 12 месяцев, а намного меньше. Поэтому, если вдруг меня увидит производитель, вот это видео увидит производитель этого бренда, пожалуйста, чуть-чуть сделайте меньше сроки, потому что не очень хочется, чтобы кто-то из девочек просто испытал ту же ситуацию, то, что испытала я эти ожоги, которые до сих пор я лечу, поэтому, собственно говоря, пустые баночки я снимаю вам вот в таком формате, так как просто не могу показываться в кадре. Так что вот так. Но в целом крем мне нравился, он хорошо питал, увлажнял кожу, он убирал темные круги под глазами, он замечательно боролся с какими-то морщинками, припухлостями, он, знаете, делал кожу более упругой до поры до времени. Но как закончился срок годности, а срок годности у него, наверное, всего после вскрытия, но месяца 3, максимум 4, ну пусть будет 5. Не более того, а я его уже по истечению этого времени использовала, поэтому такая ерунда у меня произошла. Вот такие вот у меня не очень хорошие с них впечатления. Кстати, впитывался этот крем очень быстро, очень легко распределялся, и мне очень нравилось им пользоваться. Приятная душка, и не оставлял никакой жирной пленки. Но вот сроки годности меня подкосили, поэтому я с вами сегодня в таком формате. Вот это все пустые баночки, которые я вам хотела показать в феврале. Если вам понравился данный видеоролик, конечно же, дайте знать в комментариях, поставьте этому видео, конечно же, лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить свежие новые ролики, подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы не пропустить там свежие новые посты, конечно же, я буду рада вас там видеть. И да, оставляйте свои комментарии, мне тоже интересно узнать ваше мнение. Я пошла пить чай, потому что у меня уже садится голос, наболтала очень много надеюсь данное видео для вас было максимально интересным информативным им полезным с вами была ваша ирина мы с вами увидимся в скором будущем новом видео всех люблю целую всем пока пока